Девушки отдыхают Вождь, этот лес какой-то странный. Тут слишком тихо, и за нами будто наблюдают. Ты что, духов боишься? Здесь ничего нет, кроме тени и вековых деревьев. Вы слышали? Тут есть духи. Я не боюсь врагов из плоти и крови, но мой топор бессилен против призраков. Придержи язык и заработал. Для постройки лагеря потребуется много древесины. Нужно вырубить весь этот участок. Ставьте лайк, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. И также приглашаю вас, если вы хотите поддержать меня копеечкой, на Patreon. Ссылочка тоже будет в описании. Становитесь эксперта патронусом. Ну а мы продолжаем. Итак, в этом видео мы с вами играем за грома шатского крика. Выполняем задание от Рала. Значит, наша задача сейчас, нужно добыть 15 тысяч древесины. У нас только 550. Так, давайте посмотрим, что у нас есть вообще. Огонек какой-то, и что его? Кирдыки можно сделать, интересно. Какие странные огоньки. Может быть, они и есть, те ужасные духи, которых вы все так боитесь. Интересно. А вон еще огоньки. Вы были правы, сестры. У этих зеленокожих дикарей нет почтения к жизни. Уничтожим их во имя луны. Да, конечно. Чем могу помочь? Еще сразу моих рабочих бьют. Так, но этого мы парня потеряли. Чем-то вообще по умениям у него есть. Музыкальная копия, невидимость, критический удар. Женщины, это женщины. Да, они похожи на эльфиек, но гораздо выше и гораздо свирепее. Итак, подсказка, сервис грабеж у дами вождей, когда ваши батраки и рубаки и налетчики смогут добывать ресурсы, атакую вражеские здания. Что? Вождь, только скажи, что у них прихожда. Немного так осталось, ребят, у нас тут. Ладно, исследую. У меня прям просит так сделать. Ага, если я трачу дерево на улучшение или на обучение новых воинов, то дерево тратится из добытой деревесины тоже. Надо больше батраков. И, кстати, я вижу, что мы носим дерево, но мы не добываем золото. И золото у меня это все. Огонек затесался у нас здесь. Исследование завершено. Короче, как я понял, здесь мы сможем добывать золото, а только грабежом. Я не могу больше ждать. Да не больше ты больше ждать. Сейчас ждем пару орков. Одного тролля и идем валить их. Исследование завершено. Сейчас эльфы нам немножко подкинут бабла. А что там? Мы, наверное, отсюда пришли. Моя жизнь принадлежит орде. Согласен. Жалко, что здесь нет никакого улучшения в плане, чтобы добывать дерево быстрее, как у альянса. Бождь, боительница вернулись верхом на летающих тварях. Против наших наездников они долго не продержатся. Точно, я же забыл, что я могу делать вот так. Только мне сейчас убьют тех шаманов, блин. Нормально, так два когда-то подряд выскочила. Ждем тролля и идем. Исследование завершено. Отомстим за Золджина. Обязательно отомстим, дружочек. Вперед. Вперед, вперед, вперед. Как скажешь. А что вы сделаете? Наконец-то. Достать мы не можем. А вон я вижу золотой рудник. Как скажешь. Наконец-то. Угу. Вот и база их. Вождь. Это гигантское дерево источает магию. Лучше держаться от него подальше. Обязательно. Тут что, собрались одни трусы? Дерево, оно и есть дерево. Рубите его. Только что лунный колодец пытался выхилять. Так и сделает. Наездница, но не получилось. Но дерево, кстати, между прочим, одного убило. О, золото пошло. Ага, за то, что я уничтожил три тысячи дерева, да? Это же гора древесины. Если найдете еще такие же деревья, рубите их. Так, громадж. О, золото. Вот так, а я вот так. Найдите новый рудник. Я уже нашел его. Уровень. Криты обязательно криты. Так и сделаем. Так, ладно, золото пока тратить не будем, потому что сейчас надо строить новый дом вождей. Может денег не хватить. Пленных не брать. Кстати, я уже успел где-то потерять своего троля единственного. Наконец-то. Как скажешь. Так. Ну, за что я говорил, что не хватает, блин, 45 копеек. Придется опять идти бить их базу. Так и сделаем. О, здравствуй, добрый орк. Не думал встретить в здешних краях кого-то из вашей братьи. Как видишь, малыш-гоблин, мы тут лес рубим. Так вот. Живет тут неподалеку племя фурболгов. Медведи подобных тварей. Они нам сильно досаждают. Если вы убьете их вождя, мы будем продавать вам свой товар почти задаром. Возможно, мы даже дадим вам попользоваться крошерами. Я подумаю. А вот крошеры, ребята, это тема хорошая. Кажешь. Нам обязательно нужно будет пойти нахлобучить этого медведя-ка у кого-то там голову вот. Кто он там? Обязательно. Получим крошеры. Это вообще сказка. В плане добычи древесины. Сейчас будет пытаться вылечить его. Ну да. Смотрите, четыре раза поднял его со смерти. Вытащил прям. У меня еще немножко есть. Чего надо, хозяин? Да, да. Я не могу больше ждать. Хотя мне, в принципе, эти крошеры не особо нужны, потому что сейчас я... И так уже скоро. Плюс 3000. Сейчас бенз. Да. Видите, поэтому... В принципе, не столь важно мне этих крошеров, но... Нахотелось бы. Так. Сразу сюда. Раз, два. Блин, по-третьему не хватает копейка. Пять копейки. Пять копейки хватает. Как скажешь. Так и сделаем. Нет, я же вряд ли их нахлобучу. На нас напали. Готов вкалывать. Наконец-то. Хотя... Я не могу больше ждать. Мне бы хотя бы одно какое-то... О, дриада появилось. Бождь. Надо сразу дриаду крепить. Вот когда крит выскакивает, аж приятненько. Так. Мне надо пять копеек, и я ухожу. Все. Наконец-то. Я не могу больше ждать. Я понял. Вы не хотите уходить. Вы хотите крушить. Но их тут так нормально. Нет. Надо валить отсюда. Как скажешь. Надо валить отсюда. Говори, Ваш. Работа сделана. Ха-ха-хай. Все. Теперь сейчас пойдет добыча золота нормальная. Начнем сейчас делать ветер. Готов вкалывать. Только скажи, вождь. Да, конечно, долго их бьет. Что нужно? О, пошли денежки. Я не могу больше ждать. Так, давайте всех теперь будем вместе что собирать здесь. Готов вкалывать, да? Так. Наверное, пару стражовых башен поставим на всякий случай. Ого. Блин, а перезарядка такая долгая. Живи. Возвращайся. Ну, хоть бы крит какой-то, ну. Блин. Ладно, надо сюда подводить. Неудобная ситуация такая получилась. Сделаем тогда вот так. Блин, разбили. С удовольствием. Чего хочешь. Здесь нельзя строить. Отомстим за зол, что нужно больше золота. Да, да. Разобьет? Да. Сейчас еще поубивает моих этих. Я не могу больше. Чего прикажешь? Чего хочешь? Чего? А вот так что ты сделаешь, а? Отходим, ребятки. Куда пойдем? Не надо. Я оказался не готов к такому нападению, если честно. Ну, как я вижу, не зря я начал здесь ставить вышки. Нам нужно больше золота. Газуйте обратно. Хорошо, что у них небольшой регион есть. Еще одни. Обалдеть. Я не могу больше ждать. Я не могу больше ждать. Но я отобьюсь, но какой ценой. Опять всех поубивали. Вождь. Чего надо, хозяин. Видите, что происходит? Не хватает мне, блин. Золото нормально, толком. Я те еще бегаю, фига знает куда. Еще бы тут поставить одну башню. Работа сделана. Чего хочешь? 110. Есть такое дело. Отомстим за Золджина. Чтоб наверняка можно было бы еще парочку башен. Так. Работа сделана. Зверинец. Наездник раз. Ого, орк так дорого стоит обычный, блин. 200 голдаш. Чего прикажешь? Давай уже заканчивай. Работа сделана, но доходи. Так. И чтобы не повторять. Мага казармы. Отомстим за Золджина. В случае, если опять будет нападение, мы сможем поближайшие батраков сюда. Или землянку. И не будут отстреливаться. А то, что произошло, мне совсем не понравилось. Шаманов потерял. Их раздвеиванием. Тоже бы пригодилось жизни. Ничего, сейчас будет легче. Вставай тоже рядом с ними. Но, уже поярче получается. Сможем еще и коды обучить, наверное. Одно коды, так сказать, для поддержания штанов. 255. Сейчас можем собрать небольшую компанию. Сходить наводя телефон, которая снизу. А потом подняться и навалять этим зверолюдом. Волчья тропа ждет. Так, я хотел кода. Ну, так уж у нас армия такая небольшая есть. Принадлежит Орде. Так, улучшение железной орудия дальнего боя мы делаем. Хозяин? Кода готов. Уже так далеко бегают наши эти батраки. Принадлежит Орде. Этот по дереву. Крошерами будет проще. Наверное, не будем затягивать эту миссию. Да. Сразу пойдем. Наваляем. Наконец-то. Получим крошеров и закончим это все дело. Наконец-то. Так и сделаем. Исследование подошло. Так и сделаем. Фурболк. Должно быть, это и есть те самые фурболки, о которых говорил гоблин. Ха-ха-ха. Знатная будет битва. Это я согласен. Наконец-то. Во-первых, мы получим крошеров. Во-вторых, может что-то выпадет, какая-то шмоточка. Как скажешь. Жолотые монеты. Такое себе. Так, ну так как мы орки, мы не можем пройти мимо. Так и сделаем. Так, что ты там, надоел? Еще перевариваем. Еще и станет. Ай-яй-яй. Сколько тебе там? А, у тебя маны нормально. Плённых не брать. Как скажешь. Амин здоровье. Ускорепит генерацию. А, на сладу напали. Ну, напали так нормально. Плённых не брать. Да, мы успеем подойти. Так, денег тем временем у нас уже достаточно. Можем себе позволить. Не все, кстати, смогли спрятаться, но пускай отстреливаются. Я не могу больше ждать. Не беги просто так. Туши ее. Твоя жизнь принадлежит орле. Я не могу больше ждать. Смотрите, это прям какая-то была спланированная акция против меня. Прям и синие, и бирюзовы на меня напали. Как скажешь. А нас напали. Наконец-то. Да, вернуться к работе. Пойдем с крошером. Моя жизнь принадлежит орде. Так истинно. Да, премного благодарен. Забирай наши крошеры. Они валят деревья практически моментально. Это да. Смотрите, разница не сравнится, конечно. Так, а что может тут можно купить? Еще крошеров. Вас понял. Чего надо, хозяин? А это стим за зол джина. Мисклик. Здесь нельзя с удовольствием. Полчья тропа ждет. Сделаю. Плюс 200 каждый приносит. Главное, чтобы теперь деревьев в округе хватило. Хорошо. Так, а тем временем мы пойдем немножко поделимся. Можно построить зол джина. Отправим наш отряд сюда. Он пока дойдет и вон уже. Вот так, будет проще. Работу сделаем. Куда пойдем? По стене. Ой-ой-ой. Ховари вот. Это, конечно, лунная колодца. Один кода умер. Нажали. Вообще потери такие большие. Мои армии здесь были ничего. Там уже новая армия готовится. Так. Чего прикажешь? Кроширы пошли в разнос. Чего хочешь? Так. Так, 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 так. Нам нужно больше золота. Все, теперь тебя возвращаем сюда. Как скажешь. Мне, наверное, чтобы добыть эту древесину, нужно всю карту вырубить. Нам нужно больше золота. Сейчас будет золото. Моя жизнь принадлежит орде. Все, пошли они в разнос крошеры. Хотя, когда следующее будут. У тебя уже не надо. Здесь есть 10 тысяч древесины. Эльфы, конечно, наверное, в шоке. Жили себе, никого не трогали тут, бац. Моя жизнь принадлежит орде. Пришли варвары и начали их древний лес вырубать. Что ж вы хотели, ребят, это жизнь. Привыкайте. Это вам не с людишками въезд нацеловаться. Осталось совсем немного. Склады почти заполнены древесиной. Моя жизнь принадлежит орде. Конечно, немного. Таким темпом это будет очень быстро. Но мы накажем орков. Точнее, мы же орков. Мы накажем этих эльфов, которые сняли. Может, рудник почти истощен. Нам уже больше не надо. Так и сделаем. Как скажешь. Хотя, это только опоздание. Я даже заультую. Вот это я понимаю урон. Один всех разнес. Лунный колодец надо сначала. Чтоб он больше не лечил. Вождь. Я не могу больше ждать. На нашу баду напали. На нас напали. С удовольствием. Давай, дрожжечек. Все равно был там лишний. На нас напали. Чего надо, хозяй. Все, отобьемся. Ой, а у них тут такая нормальная база, кстати. Я не могу больше ждать. Очень даже. Бождь. Все, к работе. Все, к работе. Я не могу больше ждать. Так. Надо немножко подкрепление. Да, нам напали! Бождь. Ну все, это победа. Вот такое видео у нас получилось. Все, и сразу у них база расцепилась. Заготовка леса закончена. Хорошо. Начинайте строить лагерь. А до этого типа мы не строили. Ну, такое себе. Ребятки, спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok